Девушки отдыхают Нам среди этих квартир нужно найти укромное местечко, чьи окна выходят во двор. Надо проследить за одной преступной группой, у которой сегодня здесь встреча. Ты обходишь этот подъезд, а я этот. Не надо обходить подъезды. У меня есть приложение «Суточно.ру». Они найдут, где остановиться. В приложении очень много выгодных предложений для бронирования комфортного жилья для поездок. Отелей, домов, квартир. Самое главное – это выгодно, удобно и безопасно, потому что все объявления проверены, и фотографии такие же реальные, как и отзывы. Я не доверяю этим гаджетам. Вряд ли там найдется то, что нам нужно. Нашел, шеф. В этом доме есть квартира, которая нам подходит. Хорошая квартира? Молодец. Слушай, а через это приложение «Суточно.ру» в любом городе России можно квартиру найти? Просто скоро отпуск. Хочу с семьей поехать куда-нибудь. Да, Кэп, в любом городе России. У них более 550 городов доступно. И не только в России. У них более 200 тысяч предложений. А на следующее бронирование можно получить кэшбэк до 30%. А можешь мне ссылку скинуть? Ссылка в описании под этим видео. А по промокоду «Дела» вы получите тысячу бонусных рублей и сможете сэкономить уже на следующем бронировании. Под каким видео? Ты что, больной? Ты с кем говоришь? Все, Кэп, они выходят. Все, я на перехват. Под каким видео ссылка, эй? Что ж, я бы сказала так. У нас сегодня концерт по заявкам практически. Очень многие просили вернуть Эмира. Добро пожаловать. Welcome back. Да. И очень многие пишут «Фауст 21 века». Но с Эмиром мы уже знакомы. «Фауст 21 века» зовут Вася. Василий. Василий, да. Василий, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, кроме того, что 9 лет уже выпускаешь выпуски про маньяков? Ну, я закончил первый московский медицинский университет, лечь дела. То есть я обучался на врача общей практики. Потом, то есть на четвертом курсе я стал посещать кружок по психиатрии и влюбился в эту науку. Был заместителем старосты даже. Потом, после окончания, то есть 6 лет я отучился и поступил в ординатуру Института Сербского. Там закончил по профилю как раз психиатрия. Работал также в области сексологии, секс-патологии. Ну и там второй год обучения в Институте Сербского. Это как раз вот работа с судебной системой. То есть там даже у нас был период, когда ангарского маньяка привозили на какое-то новое повторное обследование. И то есть мне удалось увидеть этого человека воочию. Вот это да. Да, поэтому... На опросах, допросах. Да, на опросах. То есть потому что у него... Ну, он все время объявляет о том, что новые-новые какие-то дела, и его повторно вызывают на освидетельствование и так далее. Ну, два слова. Институт Сербского в том числе занимается установлением вменяемости, не вменяемости. Не вменяем, не вменяем. Вменяем, не вменяем. Василий будет у нас комментировать в том числе как психиатр. Причины почему и как возможно. Хорошо, хорошо. Это, безусловно, принесет экспертности в наш выпуск. Сегодня мы поговорим про Александра Списивцева. Его тоже просили разобрать наши зрители. И я могу сказать, что для меня это не то, что личная история, но я прямо очень хорошо помню, как в детстве не раз упомянутая здесь программа «Криминальная Россия» шла по телевизору, и я увидела, наверное, одну из самых страшных историй на тот момент, когда девочки стали жертвой маньяка, потому что их заманила к нему его мама. Поговорим подробнее про эту семью, потому что в этом случае даже, наверное, не совсем такое чистое дело, не совсем чистый маньяк-одиночка, потому что до этого мы всегда рассматривали дела маньяков, которые орудовали одни, и у них не было ни сообщников, никого, а здесь Списивцев был не один. Списивцев родился в 70-м году в городе Новокузнецке. Это была обычная семья. Мама, папа не очень, видимо, какая-то благополучная, потому что папа в итоге из семьи ушел, родители ссорились и, наверное, жили не очень счастливо, и мальчик родился с проблемным здоровьем в детстве. И здесь важная история, может быть, Василий нам дополнит, о том, мне всегда интересно, маньяками становятся или рождаются, потому что есть сведения, психиатры, в том числе из Центра Сербского, указывают на то, что даже если в мозге этих людей есть какие-то особенности, скажем, по сравнению с другими, все равно опасно и вредно выводить какие-то, ну, скажем, признаки мозга маньяка, потому что это может привести к каким-то ошибкам. Мы начнем типировать людей и просто их вырезать из общества. Но я хочу начать именно то, что в 2019 году в Финляндии была опубликована научная работа под названием «Генвоина». Она включала в себя, что они открыли ген МАОА, то есть это ген, который снижает выработку серотонина, и у людей повышается агрессия, повышается уровень выпадов, то есть снижается уровень контроля, в результате чего было высказано, что у определенного количества этих людей возникают выпады, и они могут в перспективе совершить какие-либо преступления. Но в дальнейшем, то есть сразу разубеждая всех, кто вот этот самый ген, типа мы наконец-то нашли, теперь мы можем их выделить. Они заявили, что всего 10% из этих людей были криминализированы, то есть они совершали какие-то преступления. Все остальные в результате среды, в результате воспитания, в результате каких-то норм нравственной морали... Ну, то есть не генетическая история, а все-таки социальная, в том числе, и, возможно, в большей степени даже социальная, чем какая бы ни была еще. Ну, так вот, собственно, мальчик рос в такой довольно сложной семье, родители не очень общались с посторонними людьми, особенно мама, это была довольно закрытая семья, они не общались с соседями, более того, они довольно часто ссорились с соседями и ссорились всей семьей. Если мальчик мог там, не знаю, разрисовать стены на подъезде, поджечь кнопки, засунуть кнопки в лифте, засунуть спички в замочные скважины, это все вызывало, естественно, негодование, то мама, вместо того, чтобы его как-то приструнить, она его защищала перед соседями и, более того, даже вступала с ними в конфликты. Еще важный момент тоже про формирование, наверное, ребенка, что, опять же, по сведениям, которые доступны сегодня нам в открытых источниках, пишут, что он до 12 лет спал с мамой в одной кровати. Тоже такое слышал, да? Нет, касаемо вообще то, что его детство, ну, то, что ты в самом начале сказала, о том, что он родился очень ослабленным, недоношенным, то есть изначально мама проявляла над ним гиперопеку, то есть он был центральной фигурой вообще дома, он был центральной фигурой, то есть вот он мой главный мальчик. Вот он мой главный. Так как не было фигуры никакого отца, потому что отец ушел из него. Вообще там ходит очень много слухов, что, возможно, отец домогался сестру на его глазах, но это все обоснованно. То есть есть какие-то публикации немецкого автора Жака Буваля. Вообще в Германии почему-то очень улилось много каких-то статей из дела самого Списицу. Не знаю уж, как это происходило, вы купали их законными или незаконными методами. Но там есть. И вот то, что с ним в дальнейшем происходит, вот эти его выпады, потому что когда соседи начинали вступать в полемику с мамой, пожалуйста, проследите за своим ребенком, успокойте своего ребенка, она типа на них поливала и проклинала их. Да, ну и тоже обсуждали уже в одном из выпусков, что повлиять и травмировать ребенка каким бы ни было образом могут как родители, абсолютно игнорирующие его, которые совершенно никакого внимания не уделяют, неблагополучные семьи, которые пьют и так далее, так и родители с гиперопекой, когда вот просто каждый шаг он под контролем родителя, но здесь это было еще такое физическое близость буквально, то есть он вот не становился самостоятельным, не начинал там спать отдельно и уже как-то сепарироваться от мамы, довольно, ну вот поздно как бы это все произошло. А такой вопрос. Давай. Вот эти признаки девиации, да, когда он поджигает чьи-то там двери, звонит, убегает, это способ обратить на себя внимание или навредить? В первую очередь, когда мы вообще говорим про какие-либо участия спиромании, то есть это ощущение собственной власти. То есть вот есть так называемые отряды Макдональда, которые уже были давно сделаны публикации о том, что это не является каким-то серьезным признаком, но просто сами в себе факторы, то есть инурез, это то есть лобильность психики, и человек там как-то реально, ну то есть ребенок нервничает, мускулатура расслабляется, у него происходит мочеиспускание. Такая же с пироманией. Тут он чувствует власть, тут он чувствует контроль, и я зажег, я это контролирую, я это сотворил, я это сам сделал. Такая же вот потом, почему появляется к этому комплексу зоосадизм. Потому что я над ним нависаю, потому что у многих, например, убийц, серийных убийц, это почему? Доминация. Да, то есть дети или старики, тем, над кем я могу доминировать. Да, где я чувствую себя сильнее. Еще один такой важный, мне кажется, фактор в копилку общих расстройств в этой семье, это воровство. Мы знаем, что Списивцев довольно рано начинает воровать там газеты, ну по мелочи журналы, потом он даже велосипеды у кого-то украл. А мама в этот момент, например, теряет работу из-за того, что ее застают за промышленным воровством, так это сформулировано. Ну то есть она работала в школе за вхозом, ну и, видимо, выносила оттуда все, что в ее ведении было. Там, не знаю, туалетная бумага, мыло, ну то есть. И опять же, не знаю, но мне кажется, здесь важно проговорить о таком расстройстве, кстати, внесенном в МКБ, то есть международная классификация болезней, криптомания. То есть с одной стороны, криптомания, кто-то оправдывает чье-то воровство или свое воровство, говоря, что я не вор, я просто вот у меня отклонение. Но на самом деле это признанный абсолютно диагноз, и который не столько самооценен, я бы сказала, да, а который указывает на наличие других расстройств. И в том числе это может быть одним из проявлений, там чуть ли не шизофрении в том числе, ну я думаю, шизофрении, конечно, но и других менее как бы серьезных заболеваний. Но тем не менее, да. Случай криптомании на самом деле это как раз тоже проявление. У меня был один пациент с пограничным расстройством личности, который мне ответил достаточно интересно, что, почему вы это делаете? Он говорит, потому что могу. И потому что не поймали. То есть вот ощущение вот этого, ощущение, что я вынес, я такой хороший. Ну это же тоже, наверное, какой-то выброс адреналина, дофамина. То есть это можно сравнить, наверное, даже с экстремальными видами спорта. Ну да, ну то есть у каждого, ну как бы свой вот этот спектр, поэтому мы как бы, когда мы говорим про убийцы, серийных убийц, поэтому у всех у них разный этот спектр. Просто что-то обретает законную форму, да, а что-то обретает такую форму. Потому что клептоманы зачастую воруют не что-то ценное. Да, это футболка из магазина. То есть ты не продашь это, как бы поговорить. Не чтобы обогатиться. То есть не с целью обогатиться, да. Людмила Списивцева, мать Списивцева, уже раз мы заговорили, о них можно показать фотографии. Это сам Списивцев. Ну да, кадр, конечно, такой. Кто-то бы сразу сказал, что по лицу все видно. Да, ну если честно, вот мы всегда смотрим в подкасте на фотографии преступников. Мне кажется, вот в его случае, ну как бы... Хадетус такой. Да, да, есть что-то такое уже. Да, ну то есть здесь прямо, ну может быть это уже во время. Хотя, господи, из-за того, что он совершал, мне кажется, не было никаких просветов в его внешнем виде. Нет, ну почему? Когда мы видим молодецкую фотографию, например, там все-таки есть какой-то ребенок. Мама устраивается помощником незрячего адвоката. Да, а сестра, которая старшая сестра Списивцева, в этот момент в этом же суде, ну не в этом же, да, адвокат все-таки не в суде работает, в общем, а сестра в этот момент устроилась в суд с секретарем. И мама продолжает... Видимо, все-таки у нее была своего рода клептомания, да, потому что это странно, что женщина уже не выносит то, что можно хотя бы использовать в быту, а ворует уголовные дела, может быть какие-то там, не знаю, папки с фотографиями, с описаниями убийств, преступлений. И эти папки, эти документы оказываются дома, в квартире, и естественно попадаются на глаза тогда еще совсем маленькому Списивцеву. И он с большим интересом их начинает изучать. То есть он как бы человек, который не особо проявлял интерес к чему бы то ни было, впервые, возможно, в своей жизни вот с таким рвением чем-то заинтересовался. Списивцев заканчивают школу и никуда не поступают. Это тоже интересный момент, мы это обсуждали в подкасте про дамера, например, что обычно, вернее, необычно, наверное, может быть, ты поправишь и скажешь, насколько часто у так называемых маньяков высокий или низкий IQ, есть ли здесь какая-то статистика? Или все-таки это... Корреляции на самом деле нет. Например, убийца с Гринривером обладал очень низким IQ, но при этом у него было и трое жен, и он очень много работал, и осуществлял. То есть, да, у него не было высшего образования. То есть Даммер, ой, не Даммер, а Тед Банди, например, он получил образование лишь только, чтобы утереть свой бывший нос, чтобы сказать, вот, я, видишь, без тебя чего добился. Потому что после того, как он получил образование, стал более успешным, стал играть там в какую-то политическую игру, он с ней снова сошелся и сам ее бросил. Ну и у Даммера, насколько мы знаем, был довольно высокий IQ. Видимо, IQ Списивцева был не настолько высок, ну и как бы никаких усилий по налаживанию своей жизни он тоже особо и не делал. То есть после школы он был таким разнорабочим, мастером по ремонту мелкой бытовой техники. Ну, то есть у него не было никакого семейного наполнения. Откуда там? То есть там нет никакого кругозора, чем ограничена его семья. То есть семья — это как маленький конклав, то есть такой культ каннибалов. Поэтому они сами в себе роились, бурлили и сами в себе стагнировали. Да, но мне кажется, что все-таки не все выходцы из таких не очень благополучных семей остаются на этой же социальной ступеньке. Тут скорее, действительно, ты правильно сказал, что они были слишком закрыты на себе. И эта закрытость на себе в итоге, собственно, и вылилась в эти преступления все, позволила им продолжать совершаться, потому что его могли остановить буквально его родные. и оградила от соседей. Они всегда знали, что это проблемная семья, с ней не хотели связываться. И типа, что с них возьмешь, что там происходит за их закрытыми дверьми, нам не очень интересно. Получалось, наверное, так. Кстати, в школе вот тоже история про то, насколько мы там замечаем и хотим замечать какие-то проблемы у людей, что в школе его хотели даже во время того, как он учился, отправить в какое-то спецзаведение для детей с таким не очень адекватным поведением. И мама его отстояла. То есть уже там на уровне учителей, возможно, одноклассников люди понимали, что речь идет о трудном подростке, которому, конечно же, требуется помощь. В другой момент, помогли ли бы ему в этой коррекционной школе, скорее всего, нет. Зная там какие-то случаи, да, когда эти школы только калечат еще больше детей, и после этого выходишь уже не совсем в адеквате, и уже нет у тебя никакого шанса как бы встать на нормальную дорогу. А что они из себя представляют? То есть там вряд ли, да, медикаментозное какое-то лечение. Это просто как такой социальный лагерь. Более облегченный способ образования, более такое облегченное отношение. Но при этом они живут всегда как интернат. В 1982 году он решает пойти в армию, но у него находят психические отклонения и отправляют в психбольницу впервые. То есть, в принципе, это тоже не стало ни для кого секретом, сюрпризом. Он уже был как будто бы на каком-то учете. Так или иначе, когда человек попадает в психиатрическую больницу, естественно... Это потом сыграет свою роль. Мне кажется, самая такая драматическая история. В 1991 году, ему 21 год, спесивцы знакомятся с девушкой. Ее зовут Женя. У них начинается роман. Девушка знакомит спесивцев со своей семьей. Вот они уже даже чуть ли не собираются пожениться. Но вдруг у него происходит некий срыв нервный, и он избивает свою будущую жену-невесту. Она попадает в больницу. И когда он приходит ее проведать, вместо того, чтобы повиниться, или как это обычно происходит, например, в семье, где применяется домашнее насилие, обычно после вот этой вспышки гнева наступает так называемый медовый месяц, то есть мужчина пытается задобрить свою женщину, сказать, что это никогда больше не повторится, он, наоборот, накидывается опять на Женю в больнице, и ее еле отбивают медсестры. Когда она выходит из больницы, она по какой-то причине приходит к нему домой. Мы не знаем, хотела ли она с ним помириться, или ей понадобилось зачем-то к нему зайти. Но, придя к нему домой, она больше не выйдет из этой квартиры. Около месяца он держал ее там, всячески истязал, тушил на нее сигарету, не кормил, избивал, насиловал, и, естественно, не оказывал никакой помощи. В этот момент его мама с сестрой съехали с этой квартиры. Видимо, в какой-то у них был дачный дом, где они и жили до момента, когда Списивцева поймали. То есть он оказывается один в своей квартире, мать его не трогает, потому что не мешать молодой семье, оставить их наедине. И что интересно еще, что все это время из квартиры Списивцева доносится громкая музыка, соседи, привыкшие, опять же, к этому, не реагируют на нее, возможно, не слышат или не хотят слышать крики, которые раздаются на фоне этой громкой музыки. И родители Жени, вот это, конечно, меня просто впечатлило, как, опять же, женщину, никаким образом не ищут свою дочь. То есть родители, видимо, подумали, явно они знали, что Женю избил этот Списивцев, что у молодой пары все хорошо, они помирились, и не желая мешать своей дочке строить будущую семью, они на месяц как будто бы о ней забывают. Опять же, мы, ну, нужно оговориться, да, мы не знаем, может быть, они ее искали, не могли связаться, звонили. Но факт остается фактом, целый месяц девушку никто не искал, и когда, наконец-то, дверь квартиры, дверь квартиры 357, где жили Списивцевы, взламывают милицию, они обнаруживают уже мертвую Женю, и с ней рядом лежал Списивцев. Там очень интересный момент, что они его находят, она лежит на кровати, а он лежал на полу. То есть вот этот момент, что он не прикасался. У него вообще был очень странный религиозный бред в перспективе. То есть в дальнейшем он не трогал своих жертв после их убийства. После смерти. Три дня. И открывал форточку, чтобы вышла душа. Я как бы душа туда улетела. Ну, как бы... Так, получается, милиция по какому поводу вообще ворвалась в квартиру? Хороший вопросик. Это первая жертва. По какому поводу? Ну, слушай, возможно, все-таки там звонки, может быть, кто-то из соседей все-таки дозвонился до милиции, да? Возможно, все-таки задались вопросом родители, почему так давно у них не было никаких вестей дочери. Ну, тут есть сомнения. Все-таки нет этих данных. Я уже фантазирую. Нет ответа. Почему? К сожалению, проблема дела Списивцева, то, что мы не имеем доступ к материалам дела, это самое главное. Конечно. Потому что все, что у нас есть, это два документальных фильма. Следствие ввели и криминальная Россия. Две книги. Одна немецкая, другая Модестова. Даже не переведенная на русском. Да, немецкая, непереведенная совершенно. И несколько сайтов. Все. Это все, что мы имеем. И какие-то спорные, ходящие слухи, моменты людей, которые типа видели, типа что-то знают, но самих показаний мамы этой девочки или отца у нас нет. Да, но ее обнаруживают, и судмедэксперты установили, что Женя умерла от сепсиса. Скажи в двух словах, что это такое? Ну, заражение системой кровеносной. И в результате того, что раны были открыты, не проводилась никакая обработка химическая, в результате чего? Заражение крови и общий процесс станок. Да, и за счет состояния ее тела врачи даже не могли толком установить первопричину, да, то есть, насколько ее истязали, и через что эта девушка прошла. Еще один интересный момент, тоже, опять же, не знаю, насколько это мифологизировано, но, по крайней мере, то, что мы можем найти об этом деле, когда Списивцева уводили, когда уже Женю обнаружили, он продиктовал соседям телефон родителей Жени и сказал, пусть заберут свою дочь, и это вы виноваты в ее смерти, вы не вызвали милицию, Женю кто-то насиловал, а вы не позвонили. Ну, вот такое, классическое история, да, маньяков, что все виноваты, но это же не признак эмпатии явно, позвоните родителям, это просто, что это, кстати? Нет, на самом деле, тут, ну, мы понимаем, что в любом случае у него пограничное расстройство личности, то есть, он психопат, вот, изначально, то есть, но это обусловлено тем, что мама, которая у нас есть, она никоим образом не прививала его, то есть, вот с детства, мы это не обсудили, кстати, что с самого детства у него формировался четкий вот этот комплекс и блок, что женщины, это не люди, они не живые существа, они объекты, они куклы, они предметы, которыми, второго сорта, которыми он может манипулировать. Но мы эти выводы делаем исходя из чего? Потому что все-таки его окружали, получается, только женщины, и мама, с которой он так долго был в такой связке. В дальнейшем мы просто это будем видеть в отношении жертвы. да, но на данном моменте, пока мы это делаем вывод, только на основании вот этой жертвы, как он себя вел, и как, ну, то есть описывали, то есть, ну, есть четкие как раз эти описания медсестер, то есть, вот это мы можем доверять, когда он влетает в эту больницу, где лежит бедная девочка, и он просто начинает наносить ей огромное количество ударов кулаком, кулаками по лицу. Получается, кроме матери, такое отношение к женщинам? У него еще это отношение связано, то есть, по теории, вот немецкой как раз книжки, оно связано именно, что отец, то есть, очень плохо относился к матери, и относился к сестре, то есть, он совершенно не ставил их ни во что, а для него, ну, то есть, для мальчика нужна фигура отца, или нужна фигура матери, то есть, вот этот женский, феминный и мускулинный образ, то есть, в его представлении, то есть, хоть он и ушел, но он остался зачатком, рано или поздно, может быть, когда-нибудь мой отец вернется, то есть, вот если мы берем того же Даймера, то есть, он все время хотел потакать папе, он все время, то есть, поэтому он тянулся к нему, он ждал его, когда он вернется, то есть, вот этот момент, когда они его бросили все. Списевцева признают, не знаю, была ли у него там экспертиза в Сербске в этот момент, но его вряд ли, да, но его определяют в психиатрическую больницу, то есть, его не сажают в тюрьму, его отправляют в больницу, где он проводит какое-то количество лет, и диагноз у него шизофрения тогда, и в больнице происходит странное, ну вот, может, мужчины мне подскажут, что это за такая история, я, может быть, и слышала об этом, но не так подробно, он вживляет себе в половой член, где-то пишут дробинку, где-то какой-то шарик, это дробинка, якобы, чтобы испытывать больше наслаждения во время секса. это на самом деле ходит очень много споров, я очень долго пытался разобраться, откуда это вообще идет, то есть, это идет, откуда это зон, то есть, все равно же какие-то признаки, что таким образом они могут, во-первых, лучше себя стимулировать удовольствие, и больше доставлять женщине, но у него все пошло, да, у него все пошло по тому самому месту, потому что, видимо, вживляли ему в кустарных условиях, ну, очевидно, да, какой-то там сокамерник, с другой стороны, это сомнительно, что может быть в каких-то других условиях. ну да, логично, да, вряд ли. Соответственно, он это проворачивает собой, такую манипуляцию, но вместо того, чтобы приносить удовольствие, даже само сексуальное возбуждение начинает приносить ему боль, то есть, не говоря про секс, не уверена, что понимаю, как там это у него было устроено, ну, в смысле, он, естественно, это, он осиловал своих жертв, поэтому каким-то образом на потенции, наверное, это не сказалось напрямую, но, так или иначе, он покидает эту психбольницу в момент такого, с новой травмой, помимо психиатрической травмы, шизофрении, отклонений всех, у него есть еще физическая, которая приносит ему ежедневную боль, и которую он осознает очень конкретно, помимо, наверное, своей, ну, то есть, в отличие, вернее, от своей шизофрении, человек же не очень понимает, да, для него жизнь такая, как он ее воспринимает, нормальная жизнь. В общих словах, если мы говорим про шизофрению, это синдром Кандинского клерамбо, это были два выдающихся психиатра, которые тоже, к сожалению, ушли именно из-за шизофрении из жизни, оба покончили с собой. Это входит в себя, внедряет в себя комплекс бред, то есть, бред воздействия, бред преследования, бред галлюцинаторный, то есть, физические тактильные и нарушение ориентировки во времени, месте и пространстве. То есть, вот этот его выкрик, если мы доверяем, когда его выводят, то есть, он мог даже не осознавать, что это он совершил. В его бредовой фабуле, то есть, например, очень есть достаточно любопытные публикации про людей, которые лежат в реанимации, и у них возникают вот именно из-за долгого отсутствия контакта с людьми и разговоров, то есть, такие галлюцинации. То есть, есть гипногогические, гипнопомпические галлюцинации, это галлюцинации, которые возникают гипногогические при засыпании, гипнопомпические при пробуждении. То есть, мы их, бывает часто, это бывает и сон наш. То есть, а вот у людей в реанимации из-за отсутствия разговоров и контакта это возникает. То есть, в его случае это может быть действительно фабула, что это был не он, но это опять-таки попытка его оправдать, а мы не имеем вот этого четкого разговора или четкого судебного. Ну, так или иначе, было это в его... Диагноз поставлено. Да, диагноз поставлено, самое главное, он это совершил и совершил. Ну, мы потом поймем, что все-таки, наверное, он так или иначе осознавал, что то, что он делает, это незаконно, иначе бы делал это более открыто, наверное, все-таки. Ну, на их допросах в конце мы будем это видеть. Да. Списивцева выписывают из больницы, но не уведомляют о том, что он выписан участкового, потому что по процедуре когда человек, который стоит на учете... Отправляют в ПНД, в психоневрологический диспансер, чтобы его перевести со стационара на дневной стационар. И также умедомляют участкового, что на вашем участке есть такой гражданин. И тогда вот если он не приходит в ПНД продолжительный период, с участковым врач отправляется к нему на дом. И в случае Списивцева этого сделано не было. Происходит это фатальная, главная фатальная ошибка. Да, это главная фатальная ошибка, потому что для всех окружающих, кроме его матери и его будущих жертв, он как будто бы продолжает сидеть в психиатрической больнице. Списивцев ни с кем не общается, он ни с кем не вступает в коммуникацию обычную, нормальную, человеческую. Единственное, с кем он общается поначалу, после того, как вышел из больницы, это были бездомные, которым он часто любил заходить, ставить им там, не знаю, портвейн, либо какое-то дешевое вино. И он чувствовал свою власть в эту секунду, что он покупает им алкоголь. Ну да, ему, наверное, тяжело было общаться, скажем так, с нормальными людьми, потому что и от с той стороны было отторжение, наверняка, да, то есть от обычных людей. И, соответственно, это были такие люди, вот бывает во дворе какой-нибудь старший мальчик дружит с младшими, с толпой маленьких ребят, а потому что он с другими своими сверстниками не может нормально коммуницировать. Ну это у молодых людей очень часто бывает, когда 25-летний начинает встречаться с 80-летней, потому что он ее может покорить и удивить собой, а своих ровесниц он не может пока ничем удивить. Да, ну то же самое, я думаю, там в отношениях условной дружбы. Ну, понятное дело, что с бездомными специфцев не дружил, это скорее была возможно, это была попытка все-таки какого-то поиска коммуникации, а возможно и нет, возможно это уже укоренение вот этого Я думаю, что там не было никакого желания коммуникации. Я думаю, что он выходил, там изредка купить себе сигарет или алкоголь, то есть в эти секунды он чувствовал себя именно лучше, он чувствовал себя значимее. То есть вот эта его иллюзия, потому что грандиозный бред, когда ты себя чувствуешь королем, богом, там вселенной, и вероятнее всего в его это фабуле было как раз именно, я тебя угощаю, ты меня будешь слушать. Да, и именно с ними он делился своими какими-то рассказами, представлениями о жизни, ну и всем, о чем может делиться шизофреник, скажем так, человек шизофрении. В 96-м году он познакомился с воспитательницей детского сада, ее звали Елена, он пригласил ее в гости, у них завязался какой-то, я не знаю, там флирт, роман, либо просто общение, но на момент секса между ними, он, видимо, вот эта его проблема с половым органом дала о себе знать, и девушка, ну, как-то неадекватно по его представлениям отреагировала на это, то есть там уличила его в импотенции, либо усомнилась в его потенции. После чего возникла ссора, ну и он сорвался на Елену, это была вот вторая жертва, о ней он сказал так, опять же, что мы нашли, что я нашла из открытых источников. Вы засыпаете с болью, просыпаетесь с болью, это он, понятно, о половом органе своем, потом тебе еще кто-то в глаза об этой болезни говорит или напоминает об этой теме. Я просто ненавижу, я просто ненавижу таких людей. Обматерила меня, я не выдержала, взял нож и нанес ножевое ранение. Еще добавлю, это действительно так, в немецкой книге там еще дополняется этот фрагмент тем, что он ей пожаловался, он типа хотел с ней, открылся хороших отношений, типа давай, только у меня есть такой нюанс, и она на него вот как раз сделала этот агрессивный выпад. Он изнасиловал Елену, убил ее, расчленил, и избавиться от останков тела он сказал своей матери, которая безропотно это все и провернула. То есть вот интересно, мне только первоначально вот это вот второе дело, она, а нет, он расчленял все-таки, да? Он расчленял, он все сделал, там в дальнейшем будут истории, когда мама все, кажется, сделала. Но опять-таки из-за того, что он в схизисе, то есть шизофрении, мы не очень понимаем, насколько вот эти фразы его, что я ушел, и она уже там была чистая. Ну да, ну просто вот меня поражает все-таки, вот хочется это в самом начале его этого преступной серии обсудить. То есть мама приходит домой, чтобы там, я не знаю, наготовить еды или привезла своему сыну еду, и видит расселенный труп. Вместо того, чтобы сделать что бы то ни было упреждающее повторение этого поведения, она делает то, чтобы сын ни о чем не волновался, чтобы его ничего не беспокоило. И запах тела, который явно уже появлялся, и грязь от там следов крови и так далее. То есть она все как бы прибрала и ушла. Вот что в ее голове в этот момент? Это тоже шизофрения? Нет, тут как раз вот опять-таки то, что они закрыты от общества, то, что они живут вне вот этого общества, это их система координат, это их такое базовое, это их племя, в котором их правила, их законы. То есть в результате чего она видит, то есть вот я недавно публиковал в телеграм-канале, новый закон приняли о том, что теперь ДНК будут брать у всех. И люди пишут, что это стукачество, что я не хочу сдавать своего родственника, даже если мой дедушка что-то совершил. То есть есть у людей огромное количество, есть процент людей, которые убеждены, что они, какой бы он ни был, но он свой. И своего буду оберегать и защищать. Вот именно в плане психического мы в дальнейшем будем видеть, конечно же, они там дико изменены, но в своей реальности, в своем маленьком вот этом мерке, ограниченном вот этими двумя квартирами и загородным домом, они в норме, они существуют. Ну то есть она его защищала, когда его хотели перевезти в коррекционную школу, она его защищала там от соседей, вставала на его защиту и плевала вместе с ним условно на соседей. Это как бы такая, ну, последовательная, скажем так, линия поведения. Да, опять же, мы не знаем, насколько для нее это новая ситуация, да? Опять же, это могло бы происходить с животными, то есть... Кстати, вот этот момент очень упущен, мы не знаем. Да, мы не знаем про это. Если у него раз они были закрыты, да, он мог притащить домой что-то убитое, да, животное какое-то. Опять же, мы не знаем, заходила ли она в квартиру, пока они месяц жили со своей... Он так говорит, но ненадежный свидетель, конечно, да? То есть для нее это могла быть не первая... Не новость. Да, не новость. Да, согласна, абсолютно так. И просто я хочу подчеркнуть, это, мне кажется, особенно интересно, потому что в рассказе это может потеряться. То есть первую свою жертву, вот так называемую невесту Женю, в 91-м году он, ну, убил, да, а потом все преступления будут совершены в рамках одного года, 96-го. Вот упомянутая только что Елена была убита в феврале 96-го. Уже в апреле 96-го он находит себе новых жертв. И это не женщина, да, там, не девушка. Это компания подростков 11-13 лет, которых он встречает на там стройке неподалеку от дома. Он подходит к этим подросткам, там, дает или берет у них закурить. Предложил им закурить, уже как бы в 13 лет, наверное, сразу у тебя устанавливается контакт. То есть это взрослое, с которым можно иметь дело. И потом предлагает ребятам, вроде как предлагает, обокрасть квартиру. Для меня, вот уже даже не с психиатрической точки зрения, уже не первый раз слышу, как маньяки завлекали детей какой-то такой вот авантюрой. Вот мне кажется, это, господи, ну как, ну каким надо быть подростком, чтобы повестись на такой от незнакомого мужика? Во-первых, 90-е. Во-вторых, романтизация криминала. Со взрослым пойти, там, я, да, я тоже очень много историй знаю, когда, так называем, на стрёме постоять, привлекают подростков. Но это все от романтизации криминала, из кино, из, то есть мы тоже будем бандиты, мы тоже будем криминал. Мы вот такие крутые, какой-то авторитет во дворе, это вообще не сложно. Здесь для меня больше интересно, что это, получается, первый случай, когда он использует, то есть не от агрессии исходит, да, то есть там его оскорбили, в первом случае это ссора, от ссоры пошла драка, во втором случае это тоже ссора, то есть такой импульс, да, а здесь это уже намеренное желание. Да, да, ну то есть желание, оно же разрастается по мере того, как его удовлетворяют, да, чем чаще подкидывать дровишек в этот огонь, тем больше он разгорается и тем больше жертв он требует. Ну, я думаю, вы знаете про Бухановского, то есть у него есть вот это прекрасное... Бухановский, это я для зрителей напомню, это психиатр, который прославился тем, что составил психиатрический, психологический портрет Чикатило и потом основал в Ростове на данную клинику, где, ну, в том числе занимался так называемыми маньяками. Исследованиями, да, и так, да. То есть есть как раз у него составлено, у его дочери в кандидатской, там вот есть как раз составлено вот это, как перверсия развивается. Первичный стимул желания, когда он уже что-то совершил, повторно уже совершил что-то более масштаба. И переход как раз вот от животных, может быть, к насилию там над ребенком, пожилым человеком. Мы не знаем достоверно вот с Василием, сколько именно было подростков. Где-то есть информация о троих мальчиках, а вот я нашла, что аж шесть. Ну, сложно представить, что один человек не очень как бы сильный, судя по всему, смог справиться сразу с шестерыми, но так или иначе он убивает всех этих подростков у себя в квартире, в которую заманил вот под этой такой легендой, что мы сейчас пойдем на дело вместе. И, видимо, он свою квартиру и выдал за ту квартиру, которую нужно ограбить, да. Вот. Он достал нож, перебил подростков и просто сложил эти тела штабелями в прихожей, накрыв тряпкой. И самое поразительное, это что как бы мама не то чтобы на следующий день приходит в его квартиру, а спустя какое-то время. Мама работает сторожем в детском саду в этот момент, живет опять же не с ним, а с дочерью, и ей пришлось как бы избавляться от этих тел самой. Поправь меня, если я ошибаюсь, но вроде как он заявляет о том, что я не знаю, как мама от них избавилась. И, видимо, тут мы можем предположить, что она сама их как-то расчленила. По показаниям, которые мы имеем после их задержания, там было именно сказано так. Я ушел, в какой-то день я вышел, уже все было чистенько, вымыто и никого не было. Мама все это сделала. Но тут мы можем как гипотетически предполагать, что он пытается себя обелить, потому что мы это будем видеть в дальнейшем на допросах, как они перебрасываются, кто виноват. Или же мы можем также констатировать, что и он сам в этом участвовал, но он просто не хочет каким-то образом быть связан. Ну, либо, может быть, его сознание выключилось на какой-то момент. И это тоже вариант мы можем не исключать, потому что действительно такие явления бывают, когда человек в состоянии вот этих аффектов может просто вырубаться. Ну, как бы, факт остается фактом. Мама избавилась от тел. Скорее всего, она их выбросила в реку, и потом в какой-то момент их начали находить. У нее было ровно четыре ведра, которыми она постоянно выносила эти тела. А он не насиловал их? Мальчиков? Ну, судя по всему, нет. Я не видела, что он насиловал мальчиков. Про мальчиков фактов нигде. Он не понимает, что насиловал. Он именно их просто убил, пытал, а вот девочек... Да, вот это тоже, ну, интересно, насколько это может быть интересно. Деталь о нем, что обычно у маньяков есть некий, там, модус операнди, да, в который в том числе входит некий портрет типичной жертвы. И у Списивцева можно, понятно, выделить все-таки какой-то плюс-минус портрет. Но, с другой стороны, я подумала, что, может быть, и нельзя, потому что потом, если к нему мама приводила, он уже брал, что давали, наверное. Ну, да, видимо... Ну, и мальчики, конечно, эти тоже немножко выбивались. Не вписывались в картины. То есть появление их внезапно после двух женщин говорит о том, что либо он себя хотел... Возможно, изначально, может, он и не предполагал, что собирается кого-то убивать. Может, он их привел, что вот у меня компашка будет дома. А потом, опять-таки, лишняя фраза, ход вбок-влево, и началась резня. И понеслась, да. Май 96-го, это месяц, да, едва ли даже мы не знаем по датам. У него, да, он получаются очень короткие промежутки. Очень короткие. То есть он чуть-чуть вот во всех аспектах, он чуть-чуть выбивается. Да, но мне кажется, в том числе, потому что это, по крайней мере, наверное, первый маньяк, о котором мы говорим в рамках подкаста, шизофренией, да, и первый, который был признан, ну, забегая вперед, в принципе, несложно догадаться, невменяемым. Да, и то есть вот эта невменяемость, она, конечно, ну, это прогрессирующая история, да, мы уже это упоминали. То есть болезнь прогрессирует, и ты уже не видишь никаких берегов и сдерживающих факторов, не остается совсем. В мае 96-го, опять на стройке, он познакомился с четырьмя девочками-подростками. Он их заманил предложением продавать мыло. Да, мыло. Это тоже какая-то, наверное, история из 90-х, я не очень помню, но, наверное, подзаработать. Ну, скорее всего, это было просто подзаработать немного денег. Да, подзаработать денег. Вот, и он их убил, и от останков избавлялась мама. И именно в связи с этим, как бы, убийством появляется информация о том, что там фрагмент тел, либо кости, они начали скармливать своей собаке. Да, то есть еще важно. Вот я видела Ньюфаундленд, либо водолаз. 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 Ну, то есть даже фотографии где-то гуляют, это явно не Ньюфаундленд, но водолаз довольно такая... То есть во всей этой еще семейке присутствовало животное, которое участвует. Да, причем не самое такое доброе. Ну, то есть на вид это довольно злая собака. Кстати, многие еще связывались с тем, что почему детей парализовало, когда они ходили в квартир, когда на тебя собака. То есть агрессивный фактор, когда ты боишься двинуться влево-вправо. А он работал у меня просто? Нет, он не работал, конечно. То есть он на полном попечении матери. Да. И она не пытается его пристроить в какое-нибудь соц. учреждение обратно, да? Нет, он полностью садится. Ну, я так вот уже Василий об этом упомянул, но мне кажется, что важно тоже отметить, что для этой семьи весь окружающий мир это были враги. То есть они не могли даже предположить, что кто-то может помочь. А тем более какое-то государственное учреждение, вот это такое казенное абсолютно, там пристроить в ПНД психоневрологический диспансер, это вообще нет, потому что там моего сыночку будут, я не знаю, не будут кормить, не будут за ним ухаживать. Мы сами еще понимаем, что когда его выписали, возможно, там ему давали таблетки, и он получал какую-то терапию, может, даже психологическую помощь. А, конечно, как он вышел, мама, скорее всего, не нужны нам эти таблетки. Ну, конечно, конечно, да, химия портит все организм. И про каннибализм Списевцевых. Он отрицает это полностью, и мама тоже отрицает, но, тем не менее, есть такие факты, что вроде как они прибегли и к этому. Последний свидетель. Мы получили эту информацию только благодаря последнему свидетелю. Если бы не она... Мы бы и так и ничего не узнали. Да, то есть они бы уходили от ответа, вертели, потому что то количество всего, что нашли в холодильниках, в кастрюлях и ванной, наводило именно на мысль того, что это употреблялось в пищу. Про последнего свидетеля поговорим своевременно, но вот про каннибализм скажи, пожалуйста, в двух словах. Я начну, а ты уже психиатрический какой-то комментарий дашь. Вообще, понятное дело, что каннибализм, мы все так или иначе знакомы, и там какие-то племена занимаются этим во время войны. Очень часто люди из-за голода, катастрофы, кто оказывается на необитаемом острове. Но, естественно, что в современном обществе это абсолютно табуированная тема. И, что интересно, в начале нулевых в Германии системный администратор разместил объявление о том, что ищет молодого человека, который будет не против, если тот его съест. И он нашел такого молодого человека, который был не против быть съеденным. И у них все, как бы, в их понимании завершилось благополучно. Как пишет Википедия, два джентльмена договорились встретиться. Ну, в общем, они встретились. Он был, один из этих системных администраторов, был убит и частично съеден. И суд приговорил к пожизненному заключению, со второй попытки, правда. Но, тем не менее, уже окончательно он приговорил к пожизненному заключению этого человека. И вот, предварительно оговоренный каннибализм, это называется вот таким вот термином. И этому случаю посвятила песню группа «Рамштайн». Естественно. Да, что с психиатрической точки зрения? Вообще, касаемо научной какой-то подоплеки, когда мы исследуем каннибализм, нет соотношения, что вот у него шизофрения, и он сразу становится каннибалом. В любом случае, это всегда идет базово от какого-то уровня насилия. То есть, когда мы разбираем там Даммер, Головкин, то есть, их этапы, когда они внедрялись в каннибализм, то есть, у Головкина он там паяльником подогрел себе мясо, Даммер чисто из интереса. То есть, это все, вот это опять-таки, скачкообразный подъем вот этой перверсии. А куда я еще могу? Так, ну раз я его разделяю, ну так можно попробовать, это же мясо, это же. То есть, в связи с этим, то есть, есть, например, очень, у Сорокина Настенька, и там есть такой момент, когда каннибалы едят девочку и жалуются на ЖКХ. О том, что, и то есть, тут именно ситуация в том, что в их мироздании, в их мерке, это норма. Там проблемы бытовые, они есть, такие же, но вот потребление... Они на одну и ту же чашу. Да, потребление туши ребенка в их случае, то есть, как у купленного на рынке мяса, оно и является. В случае с Песивцевых это произошло, потому что, скорее всего, я думаю, действительно, там имел комплекс его шизофрении, но и дальше момент того, что мама, скорее всего, я так предполагаю, сказала, куда нам его девать? Я устала выносить эти ведра. Давай хоть как-то его пустим в дело или что-то. Ну, хотя бы собаку накормим, да? Да, потому что там же ходит еще много слухов, что они и продавали это мясо, хотя это никак не подтвержденная информация. Ну, еще, мне кажется, для нас, как для нормальных людей, какая-то тема более табуированная, какая-то менее, а для них что убийство, что каннибализм... На одной чашу весом. На одной чашу весом, да. То есть, мы-то различаем, каннибализм это хуже, чем убийство, хотя по факту... Как будто бы. Да, но то, что они отрицают этот факт, все-таки это значит, что какие-то общественные нормы для них все-таки, ну, хотя бы понятны. Может быть, они их не принимают. Я думаю, что это какой-то атовизм внутренний какой-то. Я думаю, это еще связано с законодательным, потому что они не знают, что может им грозить за каннибализм. Да, возможно. И когда у них возникает в дальнейшем эта дискуссия, скажем так, то мы видим... Да, да, да. Есть видео, на котором сын и мать как бы обсуждают их совместные дела. Ну, к этому придем тоже, но если что, можно посмотреть на YouTube. В мае 96-го года, значит, кроме этих четырех школьниц, погибают и другие люди в этой квартире. Минимум 7 человек, по крайней мере, то, что нашла я. Нужно оговориться, мы тоже об этом поговорим чуть позже. Доказанные преступления Списивцева и те преступления, за которые его там осудили поначалу, немножечко разнятся. И подозрение в том, что у него вообще около 80 жертв. Это все как бы по таким косвенным признакам. Ну, там косвенный признак — это то, что сколько вещей нашли в доме. Сколько вещей нашли, да. То есть вещи, аксессуары, часы. Ну, так как они были такими щипачами, мы не исключаем о том, что они просто на помойке нашли или у кого-то украли из магазина. Поэтому, то есть мы все-таки будем опираться на вот это число 16, которое там утверждается. То есть вот этому, наверное, можно, но просто их не удавается заказать, потому что тела-то нашли, то есть в речке. Да, но связать его очень трудно с ними. Да, и поразительно, что очень часто, ну, то есть мы видим уже там компания мальчиков от трех до шести, да, точно мы не знаем, мы видим четырех девочек. Потом очень часто в этой квартире оказываются братья и сестры, да, кто-то приходит вдвоем. Это тоже очень важный момент. Две сестры, два брата, да. Потому что таким образом дети чувствуют себя в безопасности, мы вместе. Да, они не одни, они уже с кем-то. Нам же говорят родители в детстве, то есть вот, ну, хоть кто-то пусть с тобой будет, тогда уж точно там сестра с тобой, я за тебя не волнуюсь. Да, ну... И вот дети были иллюзорно наполнены вот этим и шли в ад. Да, и шли в эту квартиру. В 96-м году пропадает уж слишком много детей подряд, и семьи заявляют об этом. И территориально они не особо разбросаны, да, при этом? Это Новокузнецк, все-таки город не самый маленький, но не самый большой. Это плюс-минус один и тот же район, потому что мама недалеко ходила выбрасывать... Локация обнаружения. Да, локация обнаружения, автомобиля ни у кого из них не было, естественно, поэтому приходилось, ну, как бы, вот на ближайшие какие-то расстояния. И милиция начинает, как бы, ну, расследовать преступления. Дети, девушки, это, естественно, как мы уже проговорили, усложняет им задачу в неком там составлении психологического портрета и вообще, в принципе, что он хочет, чего ждать от них. Кто его интересует, может быть... И кто он вообще, да. Поэтому возникают очень разные версии. Они были просто... Ну, сейчас это звучит фантастически, на тот момент, видимо, это было не так фантастически. Значит, одна из версий, что детей и девушек угоняли в рабство в Чечню. Вот эта версия очень так отрабатывалась. И нужно сказать, что каждую версию, чтобы отработать, это все-таки ни день, ни два, это много времени на это тратилось. Ну, а в этот момент, как бы, убийца, понятно, продолжает орудовать. Связались с представителями кавказских ОПГ, опросили их, ну, напрямую, либо там через каких-то осведомителей. Те открестились и сказали, что мы таким-то занимаемся. По еще одной версии, детей и женщин похищали, чтобы в дальнейшем продавать их органы на черном рынке. По этому поводу была сделана целая операция по отслеживанию, значит, пассажиров, которые вылетают и уезжают из Новокузнецка в Москву, в Петербург и в другие крупные города России, досматривали багаж на предмет каких-то емкостей, в которых возможно поместить человеческие органы. Это вообще возможно, как вы все-таки к медицине имеете отношение? Это же, ну, это очень специализированное оборудование. Нет, это очень специализированное, это не типа в ледочек мы кинули, то есть это должна быть специальная машина, либо вертолет. Просто у людей представление, что ты кладешь сюда. У нас до сих пор ведь существует огромное количество, то есть даже Тюмень, существует огромное количество этих слухов, что детей на органы разбирают. Поэтому, то есть, ну, вот эта иллюзия классическая, что коробочка, ледочек, и все переведено, как в кино любят показывать. Но по факту это специальные машины, это специальные такие холодильники, которые не могут вообще ни отключиться ни на секунду, то есть у них автономное питание. И поэтому, то есть... И, тем не менее, время еще и ограничено. Да, то есть там орган может еще быть пересажен в течение всего лишь 5-6 часов. Но следователи отрабатывали эту версию. Ну, следователи отрабатывали. Ну, знаешь, есть версия, значит, ее нужно отработать. Еще одна версия, что детей похищали с целью выкупа. Но, как говорят там исследователи, профайлеры, например, вот с которым я общалась, когда снимала выпуск про Тюменского маньяка, обычно, у похитителей все работает довольно быстро. То есть если ребенка похитили с целью выкупа, звонок о выкупе поступает довольно там через короткий промежуток. Но версия заключалась в том, что эти люди, например, не дождавшись ответа от родителей, ну, избавлялись просто от детей, потому что, ну, что им с ними делать, раз уж денег они не смогли срубить на ребенке. Еще начали разрабатывать версию, что убивает какой-то человек, связанный с охотой. Потому что, ну, по характеру... Хаотичный выбор жертв. Хаотичный выбор жертв. Но вот опять же пишут о том, по тому, как были расчленены тела. Вот мне кажется, что... Якобы разбирался. Да, якобы разбирался в анатомии, но в данном случае как бы нет подтверждения того, что он как-то особым образом эти тела расчленял. Я думаю, тут не стоит выбрасывать эту ситуацию, как то, что они рассматривали судебные документы в детстве. То есть он изначально видел на фотографиях, как что-то происходит. То есть, скорее всего, у него был анатомический какой-то, мама купила. Он сказал, мама, мама, а что это такое? Почему у дяди так рука вывернута? И мама купила ему какой-то анатомический учебничек. Ну, ладно, тут мы уже фантазируем. Нет, это фантазия, это все подкладывание. Вот, но... Ну, все вероятно. Да, возможно. Но, опять-таки, у тела было настолько сильное разложение, что там установить, как оно прям четко было, что анатомически... Это не только что, простите меня, Джек Потрошитель. Ну, да, мне кажется, это уже просто накидывание... Ну, может быть, от бедности тоже, да. Как будто она и так не жуткая. Да, от бедности, видимо, в версиях, потому что действительно следователи оказались перед отсутствием свидетелей. Ну, поначалу непонятный характер преступления, непонятные мотивы. Ну, естественно, у маньяков никогда нет мотива такого прямого. Искали этого маньяка даже среди охотников. Смотрели какие-то видео, опять же, это я в фильме посмотрела, значит, что смотрели видео, где охотники разделывают убитых животных, чтобы подметить, нет ли кого-то, кто с особой жестокостью разделывает этих животных. Якобы это могло каким-то способом указать на то, что этот человек мог бы быть убийцей. В общем, пытались схватиться за любую возможную нить. Еще одна нить, которая просто, ну, как бы, интересная, потому что она много времени заняла, на самом-то деле. Даже несколько версий, значит, следователи заметили, что среди жертв очень много Елен и Ольг. И они решили пошерстить по картотекам и найти преступников, которые были осаждены за насильственные действия, направленные именно против таких женщин, названных этими именами. И они нашли двух, двоих преступников, у которых были и Елена, и Ольги. Ну, ладно, два человека, это еще, понятно, не так долго можно отработать версию. Они, значит, их нашли, установили их алиби, что их действительно там не было в этот момент в городе. И, ну, как бы, эту версию подвесили. То есть ее не задвинули, как мы потом узнаем совсем. Ну, это первая рабочая, я бы сказал. Потому что, во-первых, нашли двух таких людей, у которых есть Елен и Ольги. Это уже само по себе удивительно, да, что такая версия есть, и нашли двух таких людей, у которых... Да, но прикинь, то есть маньяк, и так ему не так просто все-таки найти жертв, так он еще и спрашивает, как их зовут. Вот, и если зовут не Елена, не Ольга, то он их не убивает. Ну, такое, на тоненького, мне кажется. Я не знаю, что вы сказали. Ну, по-разному, но все-таки обычно мы сталкиваемся на цвет волос. Да, да. Блондинки-брюнетки. Да, да, визуально, конечно, но имя... Там, похоже на бывшую жену. Тоже такое очень часто было. Красные колготки или черные колготки. Да, черные-черные были. Так как, значит, эти преступники, отсидевшие уже за преступления против Ольг и Елен, не жили в Новокузнецке, поэтому стали искать уже просто преступников, которые совершали преступления полового характера. И вышли на такого Григория Гуркина, который работал мясником на колхозном рынке. Ну, и здесь как будто бы вот эта версия прямо такая рабочая. Мясник, соответственно, с ножом, опять же, имеет преступное прошлое. Он также попадал в поле зрения, когда проверяли водителей-частников, потому что думали, что у маньяка есть автомобиль, и он увозит своих жертв. Но это тоже интересный момент, потому что... Почему сделали такой вывод? Видимо, потому что тела были расчленены очень... Ну, было понятно, что они расчленены в спокойной обстановке, да, что это не на спешке. В спешке. Да. Есть место, где можно уединиться. Да, да, то есть есть какая-то база, куда можно это увезти. Ну, и логично, как думали обычные советские, вернее, уже не советские, российские милиционеры, что детей можно только куда-то увезти, ну, и тем более взрослых силой. И, соответственно, была... Ну, это логичная как будто мысль. Конечно. Они жили в квартире. В 90-е, да и сейчас, всегда кто-то во дворе сидит. Кто-то... То есть, ну, ты видишь, как заходит... Незнакомый человек в дом заходит. У нас, например, было такое во дворе, что у нас даже один из соседей записывал номера машин всех незнакомых, которые приезжали во двор. И после, благодаря этому нашли убийцу, кстати. Ого! Да, у меня на площадке прямо было совершено убийство, вот на лестничной. И нашли после этого убийцу. Вот будительный гражданин. Именно, благодаря, да. То есть, и всегда, ну... Женщина консьержка. Да, есть такие люди, которые замечают, что в эту квартиру постоянно ходят новые люди. Особенно, если мы знаем, что за короткий промежуток времени совершались убийства. То есть, все равно во время скандалов, ну, это шум. Даже если, как сказать, даже если они привыкли, соседи, к этому шуму, то этот шум всегда разный. То детский крик, то взрослый, то женский, то другой женщины. То есть, ну, это же должно вызывать подозрения. Должно. Соответственно, если ни один человек не шелохнулся, милиция предполагает, что это место вдалеке от людей. И это логично действительно предположить. Да, да, конечно, безусловно. Ну, и просто я еще к тому это упомянула, что потратили какое-то время на проверку, опять же, этих водителей-частников, которые там подводят. Это проблема работы любого следователя, потому что надо пройти, не подкладывать какую-то гипотезу, а пройти до финала, понять тот же Головкин, там, татуировка, этот логично следует. Да, да, да. То есть пойти по большому кругу и исключить там уже попадавших в систему преступников, а потом от них они всегда, преступники являются рецидивистами, хотя и довольно часто. В общем, Григорий Гуркин работал, как я уже сказала, на колхозном рынке, он был уже в этом списке проверенных водителей-частников, ну, то есть как будто бы там все складывалось. И за ним установили наблюдение, смотрели, как он там ездит утром на работу, вечером с работы, и в один из дней он не вернулся домой вечером. Тут же, значит, а, и на следующий день, после того, как он не вернулся, соседи позвонили в милицию, потому что натекла целая лужа крови из-под его двери, и какой-то неприятный запах все почувствовали. Милиция ворвалась в квартиру, обнаружила там куски свинины, которые без холодильника там потекли, начала вытекать из них кровь. А Гуркин просто накануне попал в аварию, оказался в больнице, ну и поэтому там не доглядел свое мясо и не вернулся домой. Ну, то есть версию как бы отработали, но, к сожалению, для всех, кроме Гуркина, она оказалась несостоятельной, да, ложной. Также в 90-е годы, и не раз уже было, это мы обсуждали в рамках этого подкаста, и вообще известный факт, что много с чем приходилось сталкиваться милиции, и поэтому допустить, что с этими людьми могли случиться, я не знаю, помимо даже трансплантологии и рабства в Чечне, их могли там, я не знаю, заманить в наркопритон, либо в какие-то притоны с проститутками, кто-то их заманивал и потом, например, удерживал насильно. Ну, тот же Скопинский, ситуация, когда в подвальчике запер. Да, да, и держал многие годы. Также была версия про сатанистов, которые начали орудовать в городе. Ну, это все, вот прям такая, я прям вижу эти... Сатанисты вообще самое частое, по-моему. Да, эти заголовки в газетах. На самом деле, вообще, история списивцев — это такая калька того времени. Да, абсолютно. Все, что можно было вспомнить, где все столкнули, все легенды, вот этот черный-черный дом, черный-черный мужчина с черным-черным чемоданом. Да, да, и мне вот очень нравится, что в СМИ его начали писать, естественно, об этом в газетах, и там предположили, что это человек-мутант, который родился в городе с катастрофической экологией, ну, коим является Новокузнецк. В июне 96-го как раз-таки в реке обнаружили останки мальчиков, убитых Списивцевым в апреле. Да, в реке Абе. И не только их, потому что, видимо, Людмила Списивцева не раз пользовалась рекой для того, чтобы избавиться от тел. Там вообще жуткая история, потому что в немецкой книге там написано, они никак не могли найти головы, то есть находили руки, ноги, туловище, но как головы, исследователи там уже просто не знали, что делать. То есть там паника, и фотографы там... То есть опознание невозможно. Да, то есть никак не могли прийти к какому-то вот этому фактору, то есть там нашли одну голову сначала. И от этого, то есть там фотограф именно описывает в своих воспоминаниях, что его, фотографировав все, что тебе попадается на глаза, и он вот с тошнотой шел и все это проявлял, потому что он столкнулся в своей практике впервые с таким. Ну да, интересно еще, это я узнала из сериала «Фишер», но я надеюсь, что это правда, что опознавать, если тело расчленено, то опознавать нужно отдельно и голову, и тело. Ну, потому что это могут быть два разных человека, естественно. Признаки родинки, определенные особенности. Если фрагментов больше, чем два, то, конечно, это просто... Ну, можно только представить, через что прошли родители, и... Да, и установить точное количество жертв от этого тоже довольно трудно у Списивцева. В летом 96-го года формируется следственно-оперативная группа, уже полноценная, которая прочесывает там и леса, поля, все, что окружает город для того, чтобы искать детей, потому что дети в этот момент продолжают пропадать. Но тут интересный момент про детей тоже, тоже из 90-х, что в то время, ну, помимо прочих, пропадало очень много детей из неблагополучных семей, потому что в 90-е, как мы все знаем, закрывались крупные предприятия, и в том числе закрылся Новокузнецкий металлургический комбинат, который был, ну, едва ли там не городообразующим предприятием, и очень большое количество семей лишилось дохода, и родители стали бухать, там, свою какую-то, свои неудачи срывать на детях. Понятное дело, что это не все случаи, но таких случаев было много. И очень много детей сбегали из дома, и, ну, фактически они там иногда значились, иногда не значились без вести пропавшими, потому что, когда человек постоянно пьет, наверное, может, и не заметит, что у него ребенок пропал, но, к сожалению. Вот, ну, так или иначе, летом 96-го года пропавшими без вести числилось около 120 детей. Это, конечно, не значит, что всех их там убил спесивцев, но... Но число. Но число впечатляющее, да. И интересно, что, когда проводились эти оперативно-розыскные мероприятия, очень многих детей нашли живыми невредимыми и вернули в семьи. Было бы несчастье, было бы счастье. Да, да, это, конечно, тоже поразительная история, как вот только... То есть обращаются родители с тем, что у них пропал ребенок, но нужно, чтобы какого-то ребенка убили, чтобы милиция начала искать, как следует, вполне себе живого. Явно можно допустить, но когда ты работаешь с агентурой и так далее, где этот ребенок мог бы скрываться и отсиживаться. Очень часто вообще в делах, когда расследуют именно серийные преступления, происходит так, что раскрывают какие-то старые висики или находят людей, которых искали очень давно. Ну, это что, что создается группа, то есть идет уже какая-то активная работа. Не так, что это один оперативник там занимается этим вопросом. Да, потому что, конечно, прикладываются такие нетипичные для обычного дела силы, для того, чтобы найти еще один ложный путь, по которому пошли следователи. Одновременно с пропажей детей и женщин в Новокузнецке начали совершаться преступления в Тольятти. В Тольятти находили убитыми, изнасилованными девочек в основном. Некоторые из них не были убиты, но тем не менее изнасилованы. И было предположение, что это некий маньяк-гастролер, который из Тольятти приехал в Новокузнецк, чтобы тоже совершить свои преступления специально в этот город, либо просто по делам ему надо было. Ну, в общем, была история, что это как бы не местный человек. Пока... Это Тольятти и Новокузнецк, если не ошибаюсь, далековато друг от друга. Ну, не близко, не соседние города. Да. Ну, это на самом деле очень часто так бывает, что работает он в одном городе Вахтово, а потом, то есть это вот часто всегда говорят, подозревают вахтовиков. То есть, что он работает, а тут он живет. То есть, поэтому там в каком-нибудь тюменском деле очень часто, то есть это все время звучит версия, что он проезжает или он там грузчик, потому что там тела были обнаружены в таких-то местах, куда проезжают только большие грузы. Да, да. Ну, и я думаю, тут еще сыграл тот факт, что то дело, видимо, тоже довольно масштабно расследовалось, да, и там тоже была создана группа, явно следственно-оперативная, и когда два таких дела одновременно происходят, очень часто было подозрение из случаев Фишера Головкина, да, что Чикатило на самом деле его совершает эти преступления, которые в итоге, как мы знаем, совершил Головкин. И то же самое была история здесь, и тут интересно, что пару слов про этого человека, которого в итоге поймали, тольяттинский маньяк Олег Рыльков, он начинал с грабежей, потом как-то столкнула его жизнь с маленькой девочкой, которую он там сначала не изнасиловал, но как-то понял, осознал свое желание, и потом начались изнасилования, ну и впоследствии убийства. И его, ну не его конкретно, потому что не знали, что это Олег Рыльков, но этого преступника искали, и когда его искали, его задержали на рынке с фальшивой купюрой, и спросили, а как тебя зовут, скажи свою фамилию и адрес. И он назвал фамилию Ященко, не Рыльков, соответственно, ну и какой-то свой якобы адрес. И когда уже предполагаемого Ященко вызвали на допрос, пришел совсем другой человек, он оказался другом этого Рылькова, чью фамилию и адрес он назвал. Извините, у меня что-то в голове сейчас не стало. Что значит назови свою фамилию, а его задерживают на рынке. Потом вызовем? Ну, слушай. Нет, я сейчас не без какого-то там сарказма или насмехания, мне действительно интересно. Ну его же не на месте убийства арестовали, его задержали, не то что при невыясненных обстоятельствах, у него была купюра, да, это же не значит, он ее нарисовал, мало ли как она к нему попала. Его вызвали, решили вызвать, ну не сразу ехать в отдел, а вызвать потом. Как свидетеля. И, например, как свидетеля, да. Он был там у них в разработке. Но приходит вместо того человека, которого они задержали на рынке, совершенно другой. Показывает паспорт. Я Ященко, когда ему описали человека, которого они задержали на рынке, он сказал, да это же мой друг Олег Рыльков. Ну и таким образом вышли на Олега Рылькова. Он был осужден на пожизненное заключение и до сих пор сидит. И, кстати, интересно, что он буквально пару лет назад ходатайствовал о досрочном освобождении, но ему, конечно, отказали, потому что он в процессе своей отсидки еще дорассказывал о своих жертвах и допризнавался в убийствах. Но версию Рылькова тоже прорабатывали в Новокузнецке. Там развесили везде его фоторобот до поимки, понятное дело. Фоторобот был составлен по свидетельским показаниям в Тольятти. Это все тоже довольно долго длилось. Кого-то задерживали, какие-то люди. Это все тоже так. Я представляю, с каким количеством ложных обращений сталкиваются там и участковые, и следователи. Если ты размещаешь фоторобот и телефон, тебе может позвонить любой человек и сказать, я точно видел его там вот по такому-то адресу. И каждую эту версию, конечно, нужно отработать. А в этот момент настоящий маньяк не ищется. Но была и соседка все-таки, более осознанная и сознательная, скорее, чем другие, которая и музыка ее смущала, и запах. Не уверена, что она идентифицировала его как трупный запах. Не знаю, наверное. Ну, очень сложно. Ты же не знаешь, как это. Нет, трупный запах очень четко отличим. Да, но если ты ни разу его не слышал, то ты никогда не оказался хотя бы в морге хоть раз, ты никогда не поймешь, потому что это такой сладковатый запах именно жировой клетчатки. Она вот создает такой именно притерный, неприятный, такой липкий запах. А на животных отличаются сильно? Да, в принципе, они равноценны. Но у человека он более едкостный для нашего обоняния. То есть наши рецепторы куда быстрее его улавливают. То есть животное, оно не так ты почувствуешь его. А вот именно человеческий, то есть ты сразу отличимый этот запах. Он, его ни с чем не перепутаешь, если ты один раз его учуешь. Понятно. Ну, в общем, этот запах, так или иначе, понимаешь ты это, что трупный запах это или нет, ты все равно, он тебя как бы не может не беспокоить. Семья какая-то ненормальная и так далее. То есть запах это спутник, да, скажем так. Ну да, учитывая их бэкграунд, когда тоже постоянные конфликты, кто хочет себя совершать. Да, но соседка, тем не менее, смущала ее этот запах, и она звонила в милицию и говорила проверить эту квартиру. И явно, что эта соседка знала, кто там живет, что там живет не только, или не столько, Людмила Списивцева, но и ее сын Александр, который был, как мы помним, на учете, стоял на учете, значит, лечился в психиатрической больнице, а всех людей, которые были, стояли на учете и вышли из психиатрических больниц, ну всех или почти всех, милиция проверяла. То есть она его и не проверила, он не вошел в этот круг, потому что для милиции, да, он был человеком, который сейчас лечится, который сейчас находится в закрытом медицинском учреждении. Куча милиции в городе, но Списивцевы то ли не замечали этого, то ли им было, наверное, и плевать, в принципе, на то, что там кто-то кого-то ищет. Они себя вели абсолютно в том же духе, что и раньше. С июня по конец августа четыре школьницы и две женщины и даже 35-летний мужчина. Подробностей никаких, никаких я не нашла, ты подтверждаешь. Да, их, к сожалению, эти факторы подтверждены в плане того, что обнаружение тел, того, что установлено, что их видели там в этой локации рядом, где-то то ли с мамой, то ли с ним, они когда заходили, но факт того, что, как это происходило, что он с ними делал, они это все на суде отрицали. Ну и последние жертвы Списивцева и самое, наверное, страшное происшествие, наверное, оно самое страшное, потому что мы знаем в больших подробностях, что там случилось. В один день мать Списивцева пошла в магазин, где увидела трех девушек 13-15 лет. Они, значит, зашли в магазин купить водичку и встретили женщину, которая попросила их, пожаловалась, что она не может открыть дверь в квартиру и попросила их поднести ей сумки, возможно, возможно, просто дверь. Ну, то есть тут уже как бы какая-то была у нее своя легенда. Да, и что она для водички даст пластиковые стаканчики им. Ну, тоже странно. Во-первых, пластиковые стаканчики в середине 90-х не то чтобы они, я думаю, водились у Списивцевых. Ну, как бы ладно. Ну, есть подозрение, что не для воды. Если были эти пластиковые стаканчики. Да, да. И зачем для воды пластиковые стаканчики еще можно, давай, быстро выпить? Это вообще, естественно, ни на что не влияет, но просто скорее это еще раз, чтобы дать понять нашим зрителям, слушателям, как много всего такого противоречивого в этом деле и как сложно иногда бывает отследить какие-то причины, следственные связи. И еще то, что у Списивцева, что у мамы был какой-то магический способ заманивать людей. Да, да. Ну, особенно у мамы. Ну, вот как бы мама, да, и как бы девочка, свидетельница, которая попала в эту квартиру тогда, она потом говорила бабулька. А бабулька, ну, как бы, ну, ей тогда было лишь 60, наверное, если не меньше. Ну, то есть 60 лет, в принципе, я бы сказала, что это не бабулька. Но она производила впечатление вот такой вот бабульки, которую никто не замечает и не обращает внимание. Вот у меня постоянно вот это складывается ощущение, что еще было упомянуто, что она с дочерью, да, живет все это время. Да. То есть вот у многих маньяков мы видим способность мимикрировать, да, то есть под нормальных людей общаться, быть хорошим семьянином, быть хорошим работником, заманивать людей. Вот у Чикатило, говорят, был вообще дар в этом плане. И здесь мы видим пограничник, да, один, то есть типичный, так называемый. То есть он как будто здесь больше ведомый даже человек. Даже не ведомый, а маньяк как будто больше мама здесь. Ну, если честно, вот у меня всегда такое ощущение во время разговора. Это, наверное, справедливо в том смысле, что у него диагностированная шизофрения, а у нее все-таки по крайней мере не диагностированная. Явно у нее есть какое-то расстройство. Мы можем тут говорить на самом деле, что мама является его руками и глазами. То есть она его потребности, какие бы они не были дефективные, какие бы они не были аморальные и не шли просто вообще ни в какое понимание человеческих норм, она выполняла вот эту функцию, чтобы удовлетворить, как это, кинуть зверю кусок мяса, чтобы он успокоился и не трогал там их с дочерью. Там же также много ходит слухов про дочь, что... может быть, она дала какие-то важные для следствия показания взамен на то, что они ей сказали, тогда мы тебя не будем привлекать. Сестра не фигурирует никоим образом. Она не фигурирует, но нужно сказать, что... Ладно, давай к этому придем. Уже про девочек, да? Девочка попадает в эту квартиру. Собака? Собака, нож, угрозы, с одной стороны, а с другой стороны, поначалу, чувство безопасности, старенькая, там, неважно, старенькая, щупленькая женщина, которая просит ей помочь, а мы втроем, а у нас впереди, я не знаю, интересный вечер, и как бы, почему бы и нет, нас же все учили помогать старшим. Он грозит им ножом, школьницы умоляют его отпустить, одна из них как-то начинает на него бросаться, он вкалывает ей вену успокоительное, тоже откуда у него успокоительное такое в шприце, ну, ему же прописывали с другой стороны что-то, наверное, оттуда. Может, маме прописали, мама отдала, любимому сыну. Любимому сыну, да, для того, чтобы он вот опаивал, ну, не опаивал, а обездвиживал своих жертв. В этот момент, пока он, значит, вводит обезболивающие, вводит успокоительное, девушка, девочка Настя накинулась на него, чтобы его оглушить, но промахивается и, соответственно, вызывает, естественно, у него бурю агрессии, и он ее убивает первой. Так он описывает, я нанес несколько ударов в область сердца, ниже чуть-чуть, где-то около желудка, в горло. Она продолжала жить, а я на веревке удавил ее. И дальше происходит, ну, как бы перемотайте, если что. Лучше перемотайте, да. Он заставляет подружек расчленить тело Насте, то есть делает это не сам, он заставляет это делать девочек, и, более того, заставляет отделять кости от мяса, что-то он скармливает, кости, видимо, скармливает собаки, а из мяса Людмила Списивцева варит суп, который заставляет этих девочек есть. При этом все это время мама в квартире, потому что мы понимаем, что это уже не в ее отсутствии происходит, может быть, она уходила, но так или иначе она привела, и по некоторой информации в этот момент в квартире присутствует сестра, вот как раз таки, да, именно здесь. свидетельство, что тут она была, она заходила. Да, и свидетельство же еще у девочки, да, которая успела дать показания, которая говорит, что была в квартире бабулька и женщина, соответственно, ну, если это бабулька, то женщина, это сестра, соответственно, она тоже, скорее всего, это видела, но на этом как бы Списивцев не остановился, он мучил их, сколько он их мучил, сейчас я скажу, месяц, ровно месяц он их мучил, в один из дней он услышал, что девочки там задумали побег и тоже в отместку решает, ну, надругаться на одной из них и, ну, забил ее просто там головой о пол до смерти, ну, и нужно сказать, что все это время он насилует девочек всяческими изощренными способами, он ее насиловал, пытал, ломал руки и когда она, наконец, умерла, он оставил ее тело на три дня и открыл форточку, чтобы ее душа вылетела. Он запретил всем прикасаться, то есть никто, то есть мать по показаниям, вот именно из немецкой книги, она хотела, но он запретил ее вообще никому, она лежала в кровати, они все, он спал на полу, а вторая девочка была, третья, точнее, уже прикована к батарее. Это первый раз произошло? Ну, то есть это первый такой случай, когда он запретил прикасаться? Нет, у него всегда это было, это было и в первом случае убийство. То есть это ритуальная история? Да, то есть у него был, имелся какой-то комплекс вот этого религиозного бреда, в рамках которого, что его идея, что душа вот уходит на третий день из тела, и он вот считал, что, поэтому форточку он всегда приоткрывал после совершения какого-то... Ну, и, наверное, он испытывал какое-то отвращение к мертвому телу, судя по всему, да, потому что он ведь, ну, нет данных, что он там насиловал уже... Сам вообще факт того, что вот как раз мы через это дело последнее видим, то, что он, не он расчленяет, он принуждает девочек это делать. То есть он как бы полностью... Вот здесь, здесь, я понимаю, что неблагородное дело рыться, да, в мотивах пограничного состояния, но, как мне показалось, то, что он заставил расчленить, это может даже какая-то бытовая была функция. Ну, то есть они всегда так делали, тут ему стало лень, он сказал, вот вы этим займитесь. А вот то, что их заставили есть, и это мать, насколько я понимаю, заставила, вот здесь уже какой-то... Как сказать? Тут уже какое-то присутствует... Ну, можно плохим словом в этом контексте причастие их. Да, да, да. Адское такое причастие. Их, вот теперь вы с нами. Теперь вы находитесь в нашей группе. Ну, и в то же самое время... Либо себе доказать, что вот это нормально, грубо говоря. Тоже имеет место быть. Вот вы сделаете так же, и поймете, что это... Ну, грубо говоря, какое-то открещивание, можно сказать. То есть, а то, что он сказал расчленить друг друга, мне сначала показалось, что это, мол, лень заниматься этим. Да, возможно, но просто, как бы, понятное дело, что мы всегда, ну, я думаю, что вы тоже читаете истории, скорее всего на сторону, на позицию жертвы ставим, да, то есть, и ты представляешь этот ужас, через который прошла девочка. Ну, то есть, и когда он убил вторую девочку, он опять же заставил оставшиеся в живых Оля. Да, Оля. там еще есть факт того, что она пыталась вторую девочку откачивать какое-то время. да, 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 она пыталась откачивать, что-то час она делала искусственное дыхание. искусственное дыхание, массаж сердца, но... Да, но уже, как бы... Было поздно. Было поздно. Ну, вот, и через три дня он заставил Олю, оставшуюся в живых, на тот момент, девочку расчленить тело. Ее торс Жени нашли в ванной, когда следователи уже ворвались в эту квартиру. Ну, и, собственно, конечности, все остальное было разложено по, там, бочонкам, кастрюлям и всем емкостям, которые были в доме. Ну, вот, кстати, каннибализм и отвращение не противоречат друг другу? Что ты имеешь в виду? Вот был задан вопрос... Отвращение к мертвому телу и каннибализм не противоречат друг другу? В этой ситуации, опять-таки, в случае с Писевцем мы видим его четко... Вот он отгораживается от всех. То есть мама берет на себя функцию в обществе. Покупка продуктов, покупание каких-то социальных нужд. То есть, опять-таки, если мы рассматриваем в парадигме вот этих действий, что он заставляет девочек расчленять трупы, то мы можем это предполагать ранее, что он совершенно не хотел себя никак. Он приходит и поест. То есть для него... Например, у некоторых преступников переход в одно там помещение, это переключение его образа. Не будем забывать, что шизофрения это что? Это не раздвоение личности, это расщепление личности, это схизис. То есть в этой ситуации вот этот схизис, то есть в этой комнате он власть и все, а там он с мамой разговаривает о политике, погоде и прочее, прочее, прочее. Съел суп, он не интересуется, как мама готовила этот суп, как она это создала. Она же ему приносила продукт, она уже ему создавала вот эту среду обитания, в которой он существовал. Я, вероятнее всего, гигиену он вообще никакую не поддерживал, поэтому, то есть скорее всего, тут отвращение именно факт. Он сам-то никогда не говорил про то, что ему неприятно это было делать. Он просто не хотел выходить куда-то и не хотел где-то светиться. То есть есть эти записи, как мама с ведрами идет в подъезде по лесенке. Еще важный факт, они никогда не ездили на лифтах. Хотя жили там. Да, 11-й, 9-й этаж там был. Какая-то клубстрофогия. Вот это тоже странность, они никак это не аргументировали, почему им не нравится. То есть есть огромное количество людей, которые не любят ездить в метро и не любят ездить там в лифтах. Это связано там со страхом застрять, со страхом упасть. В их случае, то есть все вот видеокамеры, которые были по подъезду, важно, чтобы в их подъезде были уже на тот момент камеры и у подъезда. То есть вот мама идет с этими ведрами по улице, идет по лестнице. И вот то есть можно представить, какой путь она проделала каждый раз, чтобы вынести как минимум там хотя бы два тела. Девочек начали искать, ну целый месяц, как мы понимаем, их не могли найти. И следы приводят в этот самый магазин, где Списивцева с ними познакомилась. И продавщицы рассказывают о том, что девочки общались с некой бабулькой, пожилой женщиной. И составляется фоторобот этой женщины. Этот фоторобот опознает участковый, который жил, ну, который отвечал за район, где стоял дом и стоит Списивцевых. И он вспоминает, что вот была такая Людмила Списивцева, которая какое-то время жила в этой квартире. И решает проверить, ну, поговорить с ней, мало ли там. Естественно, была версия о том, что эта женщина-маньяк, но так как женщин-маньяков довольно мало, если вообще они есть, да, в таком понимании. И зачастую женщины-маньяки не особо склонны вот к такому способу избавления от тел. Это обычно отравление или фальсификация того, что он умер от остановки сердца, хотя там был отравлен каким-то стрихнином. То есть чаще это происходит именно какие-то... Ну, так как женщина изначально предполагает, что физически она не может там побороть крупного мужчину, она использует более такие рациональные, более мудрые, продуманные методы. Ну да, более продуманные, да. И так получилось, что в эту квартиру выехали с одной стороны милиция, а с другой стороны коммунальщики, потому что наступал отопительный сезон, и они пришли проверить, как работают батареи. И вот они весь дом обошли, везде проверили, а в этой квартире 357-й жилец не открывал им, говорил, что я ненормальный, меня заперли в квартире и не выпускают, я не могу вам открыть дверь. Мама не дома, мама придет, тогда поговорить. И все как-то, опять же, может быть, это киношное преувеличение, но как будто бы чуть ли не в один час и миг сложились и коммунальщики, и оперативник, участковый, в смысле, который туда выехал. Ну, мы не будем исключать, такое бывает. Конечно, бывает. То есть, Тед Банди, когда он заснул просто в жуке в неположенном месте. Ну да, да. И его взяли. И помимо, значит, коммунальщиков и участкового, еще и оперативники выехали к этой квартире, потому что они поняли, что все сложилось. А как они поняли, что все сложилось? Когда участковый рассказал про эту Людмилу Списивцеву, они узнали, что у нее есть сын Александр Списивцев. По их данным, он состоял на учете, вернее, находился в данный момент в больнице психиатрической. Они позвонили в эту психиатрическую больницу, а там им сказали, что человек уже как несколько лет у нас не находится. Ну и, конечно, все сложилось. Они все туда выехали, выломали дверь в квартиру. Он успел сбежать ненадолго, но тем не менее, он скрылся. Там важен момент. Вот, например, в немецкой книге описан очень интересный фрагмент, как входят они в квартиру. Сначала они ничего не понимают. То есть они чувствуют сильнейший смрад, но они проходят через коридор и входят в ту комнату и видят девочку, укрытую одеялом. То есть еще не понимают, что с ней. Потом вдруг они входят на кухню и обнаруживают вот эти ведра, кастрюли, вот этот холодильник забитый, мясо прокрученное через мясорубку в кастрюле это сварено. И потом вдруг другой следователь, он видит ванну и видит этот торс, который там лежит. И потом вдруг они пытаются обратиться к девочке, а она просто с ужасом на них смотрит и ничего не может сказать. Да, потому что он предупреждал, что если придет милиция, то он убьет ее перед тем, как там сбежать или просто быть взятым. Ну и сейчас мы понимаем, что явно он, ну вот тоже, да, шизофреник-шизофреник, но он понимал, что свидетели ему точно не нужны, потому что они расскажут больше, чем он хотел бы, ну и потому что очевидно и понятно. В дальнейшем возникнет спорный момент с его диагнозом. Там будет два периода. Так, ну, даже если он шизофреник, это же не просто существо, которое безцельно болтается по квартире, размахивая руками, да, это человек, просто человек в пограничном состоянии. Оля была жива, когда следователи вошли, ее сразу отвезли в больницу, и, ну, там буквально несколько дней. Одни из самых страшных кадров, которые вообще только можно увидеть. Да, это действительно чудовищно. Есть фрагмент интервью, это тоже, конечно, представишь, что кто-то пришел с камерой к ней. Ну, в общем... Ну, ходит очень много слухов, что это нам показали, вот этот фрагмент, очень мягкий. Там намного было больше, и поговорили, что на нее давили. Давили, чтобы она говорила. Чтобы она хоть что-то успела рассказать, чтобы они успели записать и предъявить им. Ну, понятное дело, что давили. Мы это видим в каждом американском фильме, когда там кто-то уже при смерти, ну, скажи, скажи, кто это сделал. Но в данном случае это не фильм, но по... Но смотреть на этого несчастного ребенка, на эти глаза, Да, девочка просто с мертвыми глазами, ну, с трудом произносящие слова, но она рассказывает какие-то, ну, ключевые моменты про, там, убийство, про то, что он заставил расчленить, за то, что они готовили суп, скажи, его собаке. Да, это единственный свидетель, ну, и прямой, как бы, прямое доказательство вины, ну, или, там, одно из прямых доказательств вины этого человека. Ну, вскоре Оля умерла, у нее были, как бы, и сепсис, и какие-то травмы, несовместимые с жизнью. Ну, и через какое-то время Списивцев вернулся прямо к себе домой, не смог он долго как-то себя прятать. Да, там очень интересно, что он, как он выразился, он подошел к подъезду, а там сдежурили милицейские, и он сказал, у меня слабый иммунитет, мне надо домой. То есть он совершенно, это, опять-таки, фактически описывает, что он совершенно не был пригоден к существованию. То есть выйти в продуктовый может быть. Хотя вот этот фактор уже, мы же не знаем, как он давно не выходил из дома. Да, но кажется, что вот он не выходил примерно... То есть, грубо говоря, последнее описание момента, когда он кого-то к себе заманил, это вот эти были мальчики. Да. Нет, девочки с мылом. А, девочки с мылом. То есть это был последний момент, когда есть, что он кого-то. Дальше уже мы слышим только про маму. Да, да. То есть действительно, наверное, там, около половины его жертв привела к нему мама. Их всех арестовали. мать Списивцева. Мать Списивцева им устроили очную ставку, фрагмент, который можно увидеть, на который они общаются, ну, скажем так, не как любящие друг друга люди, а скорее люди, которые хотят спихнуть друг на друга преступления. Она говорит о том, что она за четыре ведра с останками имеется в виду. отвечаю. Я себе уже заработала за эти четыре ведра. Ты на трубку меня не вешаешь. Да, как тебе не стыдно? Ты за что так на меня обозлен? Ну, можно понять, что мама столько всего для него сделала. Я его не ем, говорит она. Это твое мясо. Не при на мать. Да. Вот в книге немецкой там есть продолжение этого допроса. Я его на самом деле никогда не видела, поэтому мы можем ставить под сомнение, но фактор того, что в эту секунду он говорит, да признайся, мать, типа, хватит отпираться, на что она ему говорит, да что они докажут, у них ничего нет. И тут в этот момент следователь просто не выдерживает и достает кассету с допросом девочки. И в эту секунду происходит вот этот фатальный момент, когда она понимает, что тут уже не уйти. Это вот описано именно в этой немецкой книге, и я впервые налетел на этот фрагмент. Меня тут больше поразила лексика. Вот это четыре ведра, ведрами считает, она не говорит, на мне четыре человека или на мне там столько-то жертв, она говорит, четыре ведра. Объекты. То есть это не обезжизненно. Ну, не люди, очевидно, что это люди с абсолютно отсутствующей эмпатией, и они не воспринимали людей, попадающих в их квартиру, как живых существ, или существ, которым там, чья жизнь ценна. К чему я и говорю, то есть вначале, что для него это полностью стирать, это куклы его, это его игрушки, на которых он вымещает свою боль, обиду, ненависть ко всему. Раньше это были кнопки в лифте, которые он поджигал, выбитые окна, теперь это стали живые люди. Вроде как Списифт осознался в 19 убийствах, но, понятное дело, что вокруг каждого маньяка есть домыслы о том, что жертв на самом деле гораздо больше. Ему приписывают 82, потому что мы уже... Вот это число, оно базируется, опять-таки... На найденных предметах одежды. Да, аксессуары, часики, браслетики, туфельки, ботиночки. Опять-таки, мы можем допускать этот момент, но и можем понимать, что они могли что-то приносить с улиц, потому что их образ жизни, их образ манеры, то есть это помойка. Простите, можно найти в интернете людей, которые сейчас залезают в эту квартиру и записывают, что там. Там, я думаю, помойка такая была, какая сейчас. Ну, да, при этом же кто-то говорил, что там довольно чисто у них было, когда кто-то заглядывал. Полы, прихожая. То есть прихожая, это такая зона, как вот сюда мы вас спускаем. Визитная карточка. Да, то есть, ну, грубо говоря, как это, Потемкинская деревня их. То есть вот показать. Вот тут, а вот ванночку, кухонка, комнатка, все. Списивцев, конечно, ожидал, что ему грозит смертная казнь. И тоже я читала, что он даже хотел выменить на там пачку сигарет чуть ли не свой мозг, свою голову для изучения. Он говорил, то есть это есть доказанные эти фрагменты, когда он в тюрьме. Это у немцев есть в документальном фильме, они выкупили, я не знаю уж, как это произошло, фрагменты, как он находился. То есть этого нет, вот именно он там совершенно другой, не вот бритый на лысо, как мы увидим, а еще такой с волосами, вот как его только... Да, вот я видел фотографию, наверное. Да, да, да. Есть фотография, а вот это фрагменты. И там он как раз и рассуждает, за две пачки забирайте мой мозг. То есть у него это... Он видел это все в концепции такое. Так же мать очень боялась. Она же вот когда увидела эту запись, что у них есть показания этой девочки, они же думали, что она умерла. Они же не знали, что она выжила, и ее допрашивали. То есть у нее тоже был страх, что ее заберут и посадят. Да, но так и произошло. Ну нет, она... Не навсегда, но все-таки посадили. Да, суд признал невменяемым... Сначала Списифцева признают вменяемым, отправляют его на срок. Когда подается ходательство, его отправляют уже в Институт Сербского, где его установят, что он невменяемый, должен находиться в специализированной лечебнице до конца своих дней. Потому что его случай, его состояние никаким образом не может быть купированием. и никакой динамики, никакой ремиссии в его случае нет. Это, кстати, одна из самых громких пугалок последних там 20 лет, что его могут выпустить. Что он вышел, да. Потому что это связано с тем, что маму выпустили. Да, ну давайте про маму скажем, что, значит, его в 97-м году... Ну это тоже как бы интересный момент, что его изначально приговорили к 10 годам лишения свободы. И, конечно, это совершенно несоизмеримо с тем, что он сделал. Но проблема в том, что там постепенно поступали в суд дела. И сначала это было только 4, по-моему, жертвы. И за 4 ему дали 10 лет. Ну это тоже несоизмеримо, и мы все прекрасно понимаем. Но 97-й год почему-то суд решил именно так. Потом дорасследовали, доработали еще 15 убийств. И уже передали в суд это. Но, видимо, перед вторым процессом его как раз-таки отправили в институте Сербского, где его признали невменяемым. На всякий случай скажу, что невменяемость это понятие уголовного права, что это не относится к тому, что человек нормальный или ненормальный. Это невменяемость, диагноз невменяемости ставят при постановке этого диагноза, отвечают на два вопроса, условно, осознавал ли человек. Ну да, Сербская как раз именно отвечает за эту базовую функцию, что туда не просто отправляют, а следователь, следствие задает вопросы. Мог ли он осознавать в момент убийства... Общественная опасность своих деяний. Да, общественная опасность. Понимал ли он, что он совершает правонарушения, не понимал ли он... И вот психиатр... И мог ли он контролировать себя на момент совершения преступления. Он отвечает на эти базовые вопросы, то есть психиатр никоим образом не участвует в следственном процессе, он просто отвечает на эти вопросы. Если в процессе опроса выходит новая какая-то информация, то психиатр становится участником следственного процесса и дает показания уже в суде. То есть на вопрос, понимал ли он, совершает ли он преступление, или общественное... Опасное деяние. Опасное деяние. Ответ нет. Видимо, он в тот момент... У нас же нет стенограмм этих допросов, к сожалению. Но раз ему... Ну раз невменяемость признали, значит, да. Значит, на основании тех факторов, которые ему проводили, тестирование психологические, сексологические, психиатрические, общие, значит, на фоне всех этих факторов было признано, что он невменяемый. Но исходя из интервью, его допросов и тому подобного, мы же понимаем, что он понимал. Он понимал. Во-первых, не так много в доступе его интервью. Главная проблема шизофрении, что бывает отпускает, а бывает состояние помрачения. То есть это факторы такие. То есть, ну как с простудой или с какой-то другой болезнью. А, я имею в виду в момент совершения. Да, конечно. В момент, что тогда он там, опять-таки, он мог быть под алкоголем. Он же злоупотреблял злоупотреб. Ну, под алкоголем это все-таки не является смягчающим. Нет, это не является, но в смысле что-то мог, или, опять-таки, снотворные какие-то средства мама ему приносила. То есть, есть же эти факты, что он что-то себе вкалывал. Проблема того, что у нас нету четких. Мы доверяем институту Сербского, потому что, то есть, постановка была, установлен диагноз. Да, ну, диагноз установили и его определили в город Камышин, Волгоградской области, спецлечебница, где он находится до сих пор. Действительно, очень часто всплывает какая-то информация, что якобы он излечился, его выпустили, но, предвосхищая вопросы, если даже он излечится, что очень вряд ли, он отправится на суд, его будут судить, и осудят за те преступления, которые он совершил. То есть, это не так не работает. Мы тебя вылечили, поэтому ты сейчас свободный человек. Но еще, я думаю, условия, в которых он наблюдается, содержится, а не было, нет каких-то фактов нападения на своих сополатников, не знаю ли. Ну, я думаю, что тяжелые там все-таки как-то отдельно содержатся. То есть, это практически даже... Во-первых, их могут заколоть каким-нибудь нейролептиком, чтобы успокоить. В таких ситуациях, ну, конечно, там есть квалифицированные медбратья, которые в нужный момент, потому что, ну, просто там одна нянечка не справится с этими господами, а там специфические контингенты. Ну, вот даже есть информация о том, что... Я имею в виду, он в состоянии овоща находится все время, или... Нет, скорее всего, он просто получает ту терапию, которую он и должен был получать. А это значит нейролептик какой-то, включающий, вероятно, себя, может быть, галлоперидол или еще что-то. Также корректор и какие-нибудь антидепрессанты. То есть, может быть, да, и какое-то общение с психологом там раз в месяц, раз в недельку. Но по факту... Ну, вот Камышинская больница при всем уважении не вызывает доверия, что там прям такая помощь. К сожалению, ну, что ж, какие поставки, какие условия? Да, какие условия, такая и помощь. Не думаю, что там есть, как бы, какая-то интенция помогать этим людям, скорее их обезвредить и поддерживать их какое-то существование. У нас есть подобный пример. Ну, он не по такой жестокости москвин, который... который делал куклу... А, все поняла. Откапывал трупы девочек, делал куклы. То есть, некрополист. То есть, он тоже находится в таком стационаре, но тут вот в интернет сливали его фотографии, откормленный, на таблетках. Родители навещают. Ну, вот есть, опять же, информация, что даже ногти на руках и ногах он сам себе не стрижет. То есть, настолько его держат подальше, да, от всяких острых предметов. Да, мать получила 13 лет лишения свободы. За соучастие... Сколько лет? 13 лет. Ну, как бы, да, тоже вызывает вопросы. Пожизненных сроков для женщин нет. Я понимаю, что суд не на основе морали выносит решение, а на основе доказанных преступлений. Ну, в общем, она уже отсидела и вышла. Была эта история громко, когда они с дочерью приехали в ту самую злополучную квартиру и сначала там остались, местные жители подняли... Возмущились, да. И они начали вывозить под курацией правоохранительных органов. Да. Ну, и как бы эта квартира, естественно, пустует. Вот как Василий рассказал, что... Даже соседей нет, потому что они... Да, никто не хочет жить там, ни перепродать, ни сдать. Тем более, эту квартиру нельзя. Вот, Списивцева сейчас уже за 80. Они живут с дочерью в какой-то деревушке. И, ну, тоже, конечно, поразительно, что когда жители узнали, что там живут эти женщины, они начали травить совершенно другую женщину, которая была на нее похожа. Да, и она ходила с паспортом и показывала, это не я. Да. Проблема этой истории в том, что она нам очень понятна. То есть мы все живем в этих подъездах, мы все живем с этими соседями, которые, бывает, врубают музыку. Мы все знаем, вот опять-таки, эти истории про пацанов, которые готовы там постоять на стрёме или поучаствовать в какой-то авантюре, пойти на стройку и так далее. И это все настолько осязаемо, что это не какой-то там Тед Банди или Джеффри Даммер. Они тоже ужасные, но они где-то там. Да, но это просто очень близко. А тут мы это прям, то есть мы это видим повсеместно. И то есть сосед, который, может быть, живет над нами или под нами, или на которого все время вызывают, откуда мы знаем, что там происходит? То есть это просто он музыку слушает или так далее? То есть опять-таки, то, что соседка все время зовет, сколько этих историй, когда не приезжают? Для меня здесь, скажем так, выбивающийся случай из ряда тех историй, которых мы знаем о серийных убийцах, потому что здесь все-таки человек... В случае с серийными убийцами у нас всегда возникает вот этот момент, что мы не совсем можем понимать. Мы понимаем, что это больной человек, но он не больной, как сказать. Ну, как я уже говорил, они мимикрируют. То есть в обществе это абсолютно нормальный человек. Здесь все-таки это больной человек изначально, уже с диагнозом, который наблюдался в психиатрической лечебнице. И здесь у меня больше вызывает интерес в этом плане личность матери, потому что она основной какой-то такой... И ей при этом дали 13 лет, и она при этом уже на свободе, и она при этом не наблюдалась в психиатрической клинике. Хотя вопросы имеются к этой ситуации, потому что приводить сыну жертв... Маньяк для меня вот здесь... Здесь вот это для меня больной человек? Да, он убийца. Мы сейчас не отрицаем. Он убийца, но для меня он больной человек. А вот это, это маньяк. Ну да, то есть она, условно, на улице решала, кому жить и кому нет. Что типично для маньяков. Она находила жертв, она приводила жертв, сдоманивала, она избавлялась от жертв. То есть... А вот это такой, ну, зверь. Как бы это не... Сейчас не будем вдаваться в моральные аспекты этого названия, но это по факту зверь. И эта вся история, она не подкладывается вот в то, с чем мы все время обсуждаем. Разные жертвы, разный пол, разный там возраст. Да, то есть нет фиксации. Да, грубо говоря, если мы берем, вот у вас был прекрасный ролик про Сливко, то есть интересно, вот разобрали. У него есть психодинамическая... Вы разбираете, у него есть четкая психодинамическая концепция. Что я имею в виду? То, что у него есть фабула пионера, у него есть ботиночки, удушение. То есть это психодинамика. Он пытается воссоздать тот самый момент, когда он был... Да, и получает это. Да, наивысшее возбуждение у него было вот в тот момент, когда он увидел этого окровавленного мальчика, выносимого после аварии. У Списивцева же мы не видим какой-то вот четкой фабула. Абсолютно психотически. Да, то, почему так много теорий и исследователи хватались за любую нить, которую только могли уловить. И все было просто впустую лишь из-за одной бумажной ошибки, что не был отправлен фактор, что он... Да, одна бюрократическая ошибка. Как могло все быть иначе. Субтитры создавал DimaTorzok